МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Завязалась перепалка, а затем и драка. Ну и водителя ранили ножом в шею. После этого неблагодарные попутчики сели в его Мерседес и уехали. К счастью водителя удалось выжить, да и автомобиль скоро нашли. Злоумышленники не справились с управлением, и машина вылетела с шоссе прямо в парк. Сейчас в Москве объявлен розыск преступников. Что же это за приложение с таким смешным названием Блаблакар? Сервис позиционирует себя как сообщество надежных попутчиков. Это словосочетание есть у них в дивизе. Но насколько безопасно пользоваться Блаблакар в действительности, разобралась моя коллега Анастасия Цепиева. Блаблакар – крупнейший сервис поиска автомобильных попутчиков. Проще говоря, приложение для тех, кто по каким-то причинам не сумел купить билет на поезд или автобус. А из пункта А в пункт Б добраться все-таки как-то надо. С помощью программы можно найти водителя, который не прочь поболтать в пути. И сэкономить. Сервис автоматически рассчитывает сумму, в которую пассажир отдает за топливо. Вроде бы все просто, но у новичков всегда возникает вопрос. А безопасно ли отправляться за сотни километров с незнакомцем? Разработчики приложения это учли. В описании программы постоянно добавляют слова «надежный», «проверенный» и «безопасный». А на сайте Блаблакар даже есть специальный пункт «доверие и безопасность». Там указаны основные причины, почему не стоит бояться пользоваться приложением. Во-первых, попутчики сами выбирают друг друга. До поездки можно узнать, сколько у вас общих друзей в социальных сетях, посмотреть на фотографии профиля и решить, хотите ли вы путешествовать с этим человеком или нет. Во-вторых, пользователи приложения оставляют после поезда комментарии о водителе или пассажире. Если много негативных отзывов, можете не ехать. И, наконец, до поездки попутчики могут познакомиться, созвониться или встретиться, а заодно отсудить все детали поездки. Также в приложении есть специальная опция – только для женщин. Своей помощью можно собирать компанию, в которой водители – пассажиры женского пола. Так что безопасности разработчики и правду уделяют много внимания. Правда, кроме отзывов и привлекательных фотографий в профиле, попутчикам положиться больше не на что. Никаких гарантий на сайте приложения нет. Анастасия Цепиева, Live.